Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Речь пойдет о финальных работах на зимом чесноке, потому что скоро время уборки этого овоща. Что необходимо отметить? Вот вы видите мой чеснок. Этот чеснок растет у нас в центре Белоруссии на супещанной почве. Почва у меня супещанная, то есть бедная влагой. Тем не менее, этот чеснок не поливался ни одного раза, он не поливался искусственно. Его поливали только естественные осадки. Ну а дождя не было у нас полтора месяца. Поэтому такое пожелтение небольшое на ботве, это очень незначительно, я считаю. И это говорит о том, что выбрана правильная агротехника. Основное, значит, что помогло чесноку выстоять, это ранняя посадка. Он был высажен в конце сентябра прошлого года. Нарастил хорошую корневую систему, он максимально использовал осадки весенние, оттаяние снега, которые еще были, и вот спокойно перенес эту засуху. Ну, сейчас приступим к тому, что чеснок у нас хороший, мощный, как видно в кадре. А сейчас нам необходимо подготовить, чтобы он нам дал такие же хорошие луковицы. Что сделать, чтобы наш чеснок давал хорошие луковицы? Ну, способы, тут много таких способов. Самый первый способ. Размер луковицы увеличится где-то на 40%, если мы поудаляем стрелки. Вот эти стрелки, которые растут на чесноке, они забирают питание. Забирают питание на образование семян, и наша луковица уже никогда не будет крупной. Поэтому эти стрелки убираем. Как убирать стрелки? В производстве, чтобы вы знали, стрелки убираются жадками. Идет жадка, и всю часть на каком-то определенном уровне сжинает. Вжинает, эти стрелки в бункер накопитель и выводятся с поля, попадают. В домашних условиях есть два способа. Кто-то эти стрелки выдергивает. Ну, понимаю, способ такой есть, он существует, можно. Но его следует применять только на тяжелых почвах. На легкой почве я не советую выдергивать стрелки. Почему? Потому что выдергивать стрелку, можно выдернуть растение. Это раз. Во-вторых, повредит зубки. Они просто-напросто рассыплются. И когда мы будем убирать, мы будем уже убирать отдельные зубки, а не цельную луковицу. Поэтому все стрелки я срезаю. Беру нож и все стрелки режу. Высота среза стрелки, значит, можно выше, ниже. Если для консервации, значит, я режу стрелки пониже. Если они мне не нужны, я режу стрелки повыше. Главное, чтобы удалить цветонос. Сам цветонос удалить. Сама стрелка, если остается, она вам не нужна. Она будет ассимилировать еще продукты питания в луковицу. Поэтому луковица будет более полновесной. Срезы стрелки. Это первая работа, которая позволит нам повысить урожайность нашего зимого чеснока. Следующая работа. Нам необходима. И что масса хорошая, ботва хорошая. Значит, надо, чтобы вещества пластические из листьев ушли в луковицу. А чесноку надо помочь. Ускорить этот процесс. Процесс мы ускорим что? С помощью калия. Кто-то, конечно, берет и использует серно-кислый калий. Он же сульфат калия. Столовая ложка на ведро воды растворает, поливает. Но не всегда тут сульфат есть под руками. Что делать? А делать очень просто. У каждого есть, у вас есть дача. У вас непременно есть зола. Ведь ее можно получить и от сжигания соломы, и от сжигания дров. И масса предметов, которые можно сжечь и получить в золу. Так вот, зола тоже самое калийное удобрение. Потому что калий в золе содержится где-то до 10% от веса содержится калия. И тем более зола – это бесхлорное удобрение. Поэтому смело можно вносить под чеснок. Но тут есть такая одна особенность. Для того, чтобы отток шел быстрее, дозу калия необходимо увеличить. Поэтому золы мы будем брать, литровую банку на 10 литров воды. Взяли литровую банку на 10 литров воды. Но для того, чтобы большинство, содержащиеся в золе, скорее подействовали на наш чеснок и быстрее усваивались, мы эту воду подкислим. Подкислим эту воду с помощью столового уксуса. 50 грамм на 10 литров воды. Растворяем уксус, сделаем кисленькую водичку. И потом в эту водичку будем высыпать золу. Размешали. И дальше уже технология простая. Хотите кружкой, хотите лейкой, поливаем между разья. Полили между разья. Все, наша подкормка сделана. 16 лета. Тут, да, тут я не знаю, как мне выразиться. Смотри. Если просто усыпать золу в воду, зола с водой начинается реакция химическая. Мы ее не видим. И зола превращается в нерастворимый осадок мил. Она нерастворимая становится, понимаешь? А зола – это кальций. И кальций растения уже не могут взять. Вот как это объясняет процесс. А для чего уксус? А уксус помогает, что реакции не происходят. И кальций усваивается растениями тоже. Не столько почвы не зашла, что именно при взаимодействии с водой зола выпадает в нерастворимый осадок. Кальций выпадает. Калий усваиваемый, остальные усваиваемые, а это уже нерастворимое. А уксус помогает, что и кальций усваивается растениями. Все, понятно. Ну, поэтому вот такие. Ну, после того, как мы подкормили наш чеснок, калийными удобрениями, в частности с золой, мы это сделали, не забываем рыхлить. Между радио необходимо рыхлить как можно чаще, где-то можно и два раза в неделю. Почему? Потому что рыхлая почва, подрывая немного корней, и создаем лучший отток питательных веществ. Луковица будет увеличиваться. Это точно. Вот. Потому что кто-то, конечно, действует с огородников, начинает косы завивать, травмировать листья. Делать этого не надо. Если вы сделали подкормку калием, рыхлили все между радио, этот процесс происходит естественным образом, и размер луковиц, их полновесность, конечно, увеличивается. Это рад. Ну и еще такой интересный вопрос. Как бы у многих возникает дашников, что осадки выпадают, не выпадают. Как я говорил, в дожде не было полтора месяца на этом участке вообще. Надо ли поливать чеснок? Так вот, в эту фазу, когда чеснок начинает наращивать луковицу интенсивно, поливы необходимы. Поэтому чеснок отзывется хорошо и на дожди, которые проходят увеличением веса луковицы, и на поливы, которые вы сейчас делаете. Поливы для сейчас, для чеснока, даже более важны, чем начальный период роста. Поэтому есть возможность. Поливайте ваш чеснок. Тогда вы соберете очень хороший урожай. На хранении, после такой подкормки калины, это не отразится. Такой чеснок, который даже уже напитанный водой вроде бы, при сушке он высохнет до естественного состояния, и храниться будет прекрасно. Если вы сделаете вот эти основные работы на чесноке, луковицы будут полновесными, тяжелыми, и урожай вас порадует. До новых встреч. До свидания. Отлично. Отлично. По делу. 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 По делу.